Сегодня на библейском портале Экзогет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, рассматривая текст книги Левит, 20 глава, 17 стих, мы зададимся следующим вопросом. Почему запрещены браки с близкими родственниками? Прочитаем отрывок из книги Левит. «Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам. Да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой поресет он». «Открыть наготу» — это эфемизм, который означает вступить в сексуальные отношения. Итак, что мы имеем в церковной традиции? Не допускаются браки для находящихся в недозволительном близком родстве, плоском и духовном. Духовным в каком смысле? Например, если у какого-то человека есть крестный отец и крестная мать, они не имеют права между собой вступать в отношения, потому что духовное родство ставится выше плоского. Об этом говорит 53-е, 54-е правила Шестого Вселенского собора, 2-е правила Собора Неокесарийского, 23-е, 78-е, 87-е правила Василия Великого, 11-е каноническое ответ Тимофея епископу Александру, 13-е правила Феофила архиепископа Александрийского. Еще с древних времен люди убеждались в том, что те, которые нарушают подобные запреты и вступают в браки при наличии близкого родства, они наказываются в самом этом отношении. Один ученый выявил, из 95 детей, рожденных от браков между близкими родственниками, вышло 44 идиота, 12 золотушных, один глухонемой, один карлик и лишь 37 сносного телосложения. Это сообщает настольная книга для священноцерковных служителей от 1913 года. Другой важной причиной запрета близкородственной связи является необходимость оберегать единство семьи. Ведь в таком случае связь между кровными родственниками, то, что называется кровосмешение, разрушает семью изнутри. И ту иерархию, субординацию, которая должна присутствовать в каждой организованной семье. И это проблема. Запрещение браков между близкими родственниками вынуждает людей не замыкаться с другой стороны в своей родне. Потому что если они будут жениться только на близких родственников, они как бы замыкаются сами в себе. И такая общность крайне гедонистична и крайне эгоистична, не способная принять другую инаковость. И в этом есть некая опасность. Такие браки допускались среди язычников. Иногда они носили даже некий такой ритуальный, сакрально-ритуальный характер. Но в Священном Писании говорится, что мы не должны перенимать образ жизни язычников. И в книге Левит, в этой же книге Левит, 20 глава, 23 по 26 стих, мы находим такие слова. «Не поступайте по обычаям народа, который я прогнал от вас, ибо они все это делали. И я вознегодовал на них и сказал я вам, «Вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я, Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого и пищу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я, как нечистая. Будьте передо мною святы, ибо я свят, Господь, Бог ваш, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вот эта посвященность, отделенность от другого мира – это и есть святость, потому что на еврейском языке само слово «святость» означает посвященность и отделенность к душим. И мы не должны перенимать как бы образ жизни других людей, если он не соответствует правде Божией. И, как пишет апостол Павел, есть опасность – нельзя сообразовываться с этим миром. Итак, сегодня мы рассмотрели еще один сложный, но интересный вопрос. Если мы будем живы, Господь позволит, мы продолжим наши передачи. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых выпусках. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.